Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Перечеркнули 30-летний труд акционеров. Как в суде решалась судьба кучук сульфата? Китайская платежная система «Юнион Пэй» набирает популярность среди жителей Алтайского края. В чем ее преимущество и как открыть карту? Победа вопреки. Почему после этого матча «Динамо Алтай» должна попасть в историю? Близится к завершению громкое судебное разбирательство о драке на Старом Базаре. Сегодня обвиняемый Михаил Старцев выступил с последним словом. Он впервые извинился перед Светланой Рохловой и предоставил суду два аспекта. По мнению стороны защиты Старцева, они важны в этом судебном разбирательстве. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. Последнее слово. Это обращение к суду перед вынесением приговора. Обвиняемый Михаил Старцев в свое выступление начал со слов соболезнований о семье погибшего Рохлова. Это произошло впервые за весь период судебного разбирательства. В своем обращении Старцев упомянул и два важных аспекта. Во-первых, прозвучала фамилия Кузнецов. Он фигурировал в деле как свидетель, но сторона защиты обвиняемого уверена, что это один из нападавших на компанию Старцева. И второе. Суду были представлены фото и видео, на которых видно, что погибший Павел Рохлов нападает и бьет Лютову, девушку из компании Старцева. Все эти данные сторона обвиняемого просит привлечь к делу и по-прежнему настаивает на полном оправдании Михаила Старцева. Мы просим его оправдать по части 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ, поскольку отсутствует состав преступления. Оглашение приговора состоится уже на этой неделе, 24 марта. В этот день и будут расставлены все точки над «и». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Жители Барнаула, собственно, как и всей страны, сейчас скинулись в банки оформлять карты китайской платежной системы UnionPay. Сейчас за границей россияне могут расплатиться только этим пластиком. Виза и мастер-карт перестали работать за пределами страны. Кому действительно необходим UnionPay и есть ли иная альтернатива, узнавала Валентина Аскерова. За последние несколько недель спрос на UnionPay вырос в разы. Если до событий на Украине один из ведущих банков страны выпускал единицы карт китайской платежной системы, то теперь порядка 6 тысяч ежедневно. Ажиотаж произошел из-за того, что россияне потеряли возможность расплачиваться визой и мастер-карт за пределами страны. Основное – это, конечно, расчеты за границей. То есть, если человек планирует отпуск за границей, либо планирует рассчитываться на интернет-сайтах зарубежных, либо командировки у него за границей, то есть эта карта, скажем так, прямая альтернатива картам визы и мастер-карт. UnionPay можно бесплатно выпустить в приложении, а вот за пластик придется платить. Если раньше карта UnionPay стоила 5 тысяч рублей, то теперь 15, но новая стоимость оказалась по кошельку ударила не сильно. Причем часто люди берут данную карту не для того, чтобы ее использовать, проводить расчеты, ехать за границу, использовать по назначению, а просто для того, чтобы она была, чтобы лежала в столе, им так спокойнее. То есть, это, естественно, может навредить тем, кому эта карта жизненно необходима. А необходима она прежде всего тем, кто не может вернуться домой. А таких немало. Процесс транспортировки тормозится из-за проблем с авиасообщением. Изострявшим туристам китайская система платежей требуется как никому другому. Туристы звонят в банки, оперативно ее оформляют. А вот что касается будущих туристов, то в ближайшее время UnionPay им вряд ли понадобится, прогнозируют специалисты турсферы. Те туристы, которые у нас планируют отдыхать, ну мы вообще сейчас не можем прогнозировать, как они и где будут отдыхать, потому как, ну вот по моему прогнозу, наверное, в этом году отдыхать будут очень немногие за рубежом. Кстати, на сегодняшний день в Барнауле всего несколько банков, которые могут выпускать UnionPay. На подключение к системе других уйдут месяцы. Специалисты банковской сферы отмечают и недостатки китайской платежной системы. Расплачиваться ею можно не во всех торговых точках, а снять наличные лишь там, где есть наклейка с логотипом UnionPay. Но на сегодняшний день альтернативы для желающих отправиться за границу нет. Сегодня в России рассматривают дело о признании американской компании Мета экстремистской организации продуктами Меты. Фейсбуком и Инстаграмом пользовалась значительная часть россиян. Продолжат ли они это делать после вынесения решения и будет ли им что-то грозить? В этом мы пытались разобраться. С фолловерами простились. Блокировка Инстаграма и Фейсбука в России состоялась. Но пользоваться соцсетями перестали не все, установив VPN. К новому рубежу, полному отказу из-за возможного экстремистского статуса Меты, юзеры и эксперты уже подходят спокойно. Смотрим в Китай. Там очень хорошая система защиты. При этом Китай пользуется VPN-ами. Да, но у них не признаны экстремистскими эти организации. От этого техника не меняется. Около пяти лет назад изобрели такой девайс на базе роутера, который называется Smiler. И на выходе он уже выдает Wi-Fi вместе с VPN. Сервис скорее для иностранцев. За время великого китайского фаервола в стране появились вполне популярные аналоги. Вейба вместо Facebook, Юку вместо YouTube, Вичат вместо WhatsApp. Приведу в пример Китай, у которого есть Вичат, не имеющий аналогов на Западе. Это целая экосистема. Ее можно представить как ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм, сервисы такси, новостные площадки и прочее в одном флаконе. Могу предположить, что Россию ждет то же самое со ВКонтакте, который поглотит все самые удобные и понятные сервисы. Но в России с опаской смотрят на непривычные цифровые границы. Особенно потому, что единого мнения об ответственности за скрытое пользование экстримским сайтом нет. В законе, принятом еще в 2017 году, говорится, что ответственность за предоставление доступа к запрещенным сайтам лежит на владельце программно-аппаратных средств доступа, то есть на владельцах VPN и прокси-сервисов. То есть накажут поставщика данного сервиса, а не пользователя. Пользователь не будет нести ответственность за публикации в мета, даже после признания ее экстремистской. Однако ответственность будет наступать за публикации, нарушающие закон. А юристы советуют дождаться правоприменения в случае признания мета экстремистской. И при осязаемой ответственности, как минимум, не рассчитывать, что, скажем, за исчезающий сторис не смогут привлечь. Ничего никуда не исчезает, и все, что нужно, достается и находится правоохранительными органами и через длительное время. Поэтому надеяться на то, что мы потихонечку наследим и быстренько убежим, и за это ничего не будет. Но эта позиция, я думаю, совершенно неправильная. Сейчас в федеральном списке экстремистских материалов больше 5000 пунктов. Это сайты, статьи, книги, аудио, видео. По словам экспертов, выводить кого-то из этого списка обратно, как минимум, нелогично. Так что наблюдать за ходом суда будет любопытно. Анастасия Дороган, Алексей Ферезин. День с толком. Поставщики стройматериалов отменяют скидки для крупных покупателей на щебень и песок. Об этом сообщил директор Барнаульского ДСУ номер 4 Николай Данилин. Также остро в условиях санкций может встать вопрос приобретения деталей для техники европейского производства. Несмотря на это, в ДСУ номер 4 уверены, что срыва дорожно-строительного сезона не будет. По словам Данилина, техника полностью обслужена, а основные стройматериалы производят внутри страны. Кроме того, битум, который ранее ежегодно дорожал в марте, не изменился в цене. Однако опасения относительно следующего сезона есть. Чтобы обезопасить дорожников, федеральное правительство уже начало разрабатывать особые меры. Снижение ответственности подрядчика за то, что, например, импортные комплектующие он должен был в время ремонта установить. Если резко подорожали цены объективно, механизм введен контроля за ценами, куда в ежедневном режиме сейчас вся Россия загружает факты увеличения цен, и уже контролирующие органы разбираются, объективные цены повысились или это какие-то спекулятивные наценки. Сложнейшее и беспрецедентное дело по деприватизации кучуксульфата рассмотрено за один день. Алтайскому арбитражному суду понадобилось всего 12 часов, чтобы рассмотреть дело и вынести вердикт об изъятии у собственников 100% акций. При этом судья отказал ответчикам в проведении дополнительных экспертиз и вызове на заседание свидетелей приватизации независимых специалистов. Подробнее о том, как принималось решение, перечеркнувшее 30-летний труд акционеров в нашем сюжете. Казалось бы, задача любого суда проста и понятна. Выслушать доводы обеих сторон, назначить проверки, опросить свидетелей и экспертов. Однако и здесь бывают исключения. Накануне прошло судебное заседание, по итогам которого 100% акций кучуксульфата у собственников изъяли в пользу государства. Вероятно, доводы ответчиков не оказались для суда убедительными, в отличие от аргументов генеральной прокуратуры, зачастую не имевших отношения к делу. Согласно открытым, обществоступным информационным источникам, добываемый заводом Мирабелит, известный также под названием Глауберова Соль, ничто иное, как стекольное сырье природного происхождения. Таким образом, производственная деятельность завода предусмотрена так полюбившейся ответчикам классификацией опорта. Кучуксульфат продает сульфат натрия, не Мирабелит. Мирабелит ни одного грамма за 60 лет никому не продано. Он не имеет коммерческой ценности. Мы слышали, вы знаете. Возьмите статистику, посмотрите, там все указано. Ответчики пытались доказать несостоятельность высказывания Александра Моруценко, но суд не внял их доводом. Ни один из представленных свидетелей приватизации завода не был опрошен, а ходатайства о проведении дополнительных экспертиз проигнорированы. Прокуратура вновь настаивала на отношении кучуксульфата к добывающей промышленности. В качестве доказательств Моруценко приводил якобы экспертное заключение. Но сделано оно преподавателями рядового вуза, не имеющими необходимой квалификации. Предметом исследования являлся вопрос извлечения Мирабелита геотехнологическим способом с точки зрения технологии. И этот вопрос относится к области технических наук. А в составе экспертной группы были специалисты, которые обладали ученой степенью по геологам и нейрологическим наукам. То есть это другая область знаний. Они не могли давать заключение. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сторона защиты провела независимую экспертизу. Ее авторами стали ученые Российской академии наук, специалисты в технической области. Кроме того, эксперты лично прибыли в Барнаул, однако не смогли попасть в зал суда. Ходатайство ответчиков об их привлечении было отклонено. Это поразило большинство присутствующих. Не меньшее удивление вызвал представитель материального истца – фонда имущества. В дистанционном диалоге с адвокатами девушка попросту терялась, не зная, что ответить. Я повторюсь, когда образован-то ваш фонд? Вы историю знаете, мне кажется. За все эти 30 лет или 40 лет фонд имущества проводил иммунитаризацию федеральной собственности. Я не знаю. Информации об этом нет. Когда непосредственно то юридическое лицо, которое вы представляете, могла узнать о тех обстоятельствах, которые мы сейчас рассматриваем. Вопрос заключается в чем? Итак, по кругу. Что касается претензий к представителям Кучуксульфата, фонд имущества использовал лишь одну формулировку – полностью поддерживаем позицию генеральной прокуратуры. Вновь отличился и сам прокурор. Несмотря на общественное осуждение за некорректные оценки в адрес лиц, причастных к приватизации завода, Александр Маруценко не отказался от тактики, построенной на насмешках над другими участниками процесса. Вы получали, нет? По перечню. Идет речь о пояснении, о подопрестке, о отзыве, о чем речь. Письменные пояснения. Вот не надо, с памятью. Позвольте, мальчику, Римарычу, просто театр абсурдный, извините, если кого-то я опять разбуду, который продолжается в течение пяти месяцев, и который представляется у нас как аргумент особых сложностей, сложности в осмотрении этого дела никакого нет. К слову, театр абсурда не вызвал реакции суда. Впрочем, как и выступления сторон. В ходе слушаний судья вовсе не задавала вопросов. После 12-часового заседания буквально за полчаса был вынесен вердикт. За это время его не приготовить. Решение, на мой взгляд, было готово уже. Поэтому она сегодня так гнала, 12 часов, и надо было закончить. Ну, что сказать. У меня сложилось впечатление, что человек не разобрался в приватизации и не вникал. Теперь, когда акционеры лишились своих активов, еще более серьезно обостряется судьба поселка Степное озеро. Примечательно, что в развитии моногорода прокуратура не видит заслуг собственников кучук сульфата и считает, что завод выбрался из банкротства и стал процветать сам по себе. Получается, что и такие процессы, как, например, строительство ТЭЦ, тоже произошли сами по себе. Несмотря на решение суда, акционеры не готовы сдаваться. Они будут обжаловать решение алтайского арбитража. Ведь такой прецедент может запустить цепочку деприватизаций по всей стране. А значит, пострадают сотни тысяч людей. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае начали проводить капитальный ремонт электропоездов. В течение долгого времени наши электрички увозили на ремонт в Красноярский край, в то время как в Алтайском крае проводили лишь текущий ремонт. Наша съемочная группа своими глазами увидела, как теперь выглядят пригородные поезда нового формата. В данный момент здесь находится автоматическое регулирование температуры, то есть постоянно поддерживается плюс 22 градуса, ну как, в принципе, комнатная температура. Электропоезд отправляется в путь после капитального ремонта. Пробег электрички за 14 лет приличный – 1 миллион 200 тысяч километров. Это 30 оборотов вокруг земного шара. Что важно, отремонтировали состав в Алтайском крае. До недавнего времени наши электрички ремонтировали только в Красноярске. Мы до этого, когда отправляли туда вагоны, ну, в первую очередь мы тратили деньги на ремонт, по большому счету, то есть на оформление договора с этим заводом. На сегодняшний день у нас все деньги остаются в Алтайском крае. Экономический эффект от ремонта одной электросекции составляет порядка 753 тысяч рублей. Обеспечиваем своих работников, то есть им выплачиваем заработную плату и также занимаемся обеспечением запасными частями. В электропоезде обновили техническое оснащение, в вагонах новая обивка на диванах, покрашены полки, установлено светодиодное освещение, также обновлены санузлы. Кстати, ремонт проводится на российском оборудовании с использованием наших запчастей. Стало более комфортно, как бы, поновее. Они и так, в общем-то, неплохие пригородные поезда, но это с комфортом. Внешний вид салона, все новое, сидения новые, линолеум. Производится посадка на электропоезд, будьте осторожны. Пассажиропоток пригородных поездов в край 8 миллионов человек в год. Пока это лишь первый состав, который отремонтировали в депо «Алтайское». На июнь в РЖД уже запланировали выпуск второго электропоезда, а в планах охватить ремонтом все электропоезда западно-сибирской железной дороги. А может быть, даже выйти за ее пределы. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. Настоящую драму на льду наблюдали накануне барнаульские любители хоккея. В главных ролях команды «Динамо Алтай» и «Красноярские рыси». По ходу пьесы барнаульцы проигрывали 0-6, но вырвали победу, сделав еще один шаг к финалу Кубка Федерации. К слову, в первом субботнем матче наши обыграли соперников 4-2. Дмитрий Дроздов с подробностями. Трибуны Читов-арены заполняются. Нас с вами ждет борьба за Кубок Федерации. Плей-офф. Одна-вторая финала. В соперниках наши прошлогодние обидчики красноярские рыси. Именно год назад на этой же стадии рыси вырвали победу «Динамо Алтай» и отправились в финал, где и забрали Кубок себе в Красноярск. Поэтому мотивация у «Динамо Алтай» запредельная. Нам нужно, во-первых, взять реванш и наконец-таки привезти Кубок Федерации сюда, в Барнаул. Наши победят две шайбы также. Насколько будет сложность сегодня нашим борьям? Сложнее намного будет, чем вчера. 6-4 в нашем. 6-4 в нашем, конечно. Наши справятся и победят. Но перед этим холодный душ и полная пустошенность на льду. Уже через 4 минуты на скамейку запасных поехал вратарь Никита Ложкин. Две пропущенные шайбы за 21 секунду и 0-2 в матче. Это не входило в планы барнаульцев. Место в воротах занял Кирилл Волохин. И за следующие 11 минут пропустил 4 шайбы. Как итог, мы горим. 0-6. В глазах болельщиков пустота и непонимание. А у тренерского штаба гостей страх. Как бы их игроки не бросили играть. Ну, очень хорошее начало. Первый период. Это просто фантастически, да. Вести таким счетом. Повели. После первого периода, как бы, команде сказали, что на табло не смотрели. Счет 0-0. Продолжали играть. Рысьи, довольные результатом, продолжили играть на одном коньке. А слабив хватку, позволили барнаульцам забросить две шайбы до конца первого периода. У многих болельщиков начала появляться надежда. Но ни разу в истории алтайского хоккея не было такого, что команда отыгрывалась со счета 0-6. Как говорится, история создана, чтобы ее творить. Гафар Сатаров делает счет 3-6. И даже несмотря на это в победу верили немногие. Я им говорил, еще в перерыве сказал, что вроде как бы с 0-2 вылазили в чемпионат, в первенстве с 0-3. Я говорю, ну давайте перетерезим, попробуем с 0-6. Хотя там уже не 0-6 было, но тем не менее. Играть надо. Начало и до конца. Феерия на трибунах и льду продолжилась. Пятую шайбу наши забивали в большинстве 6 на 4 при пустых воротах за 5 минут до конца матча. Риск оправдался. Через минуту счет на табло был 6-6. Шесть болельщиков ждал овертайм, где фортуна фантастически улыбнулась Алтаю. У вышедшего на рандеву с Волохиным нападающего красноярцев сломалась клюшка. А секунд через 10 не самый опасный бросок Ивана Сапунова зажег красный свет за воротами гостей. 7-6. Историческая победа Динамо Алтай. По словам главного тренера хозяев, теперь нужно мобилизоваться и взять курс на Красноярск. Две следующие игры состоятся 23 и 24 марта. Серия идет до 4 побед. И пока у барнаульцев их две. Рыси с нулевым результатом. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в YouTube и YouTube-каналах. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.